Хей, всем привет друзья! Вы не поверите, но меня до сих пор зовут Энтендена, а это канал по кубикам Кубачевский. И в сегодняшнем видеоролике я вам расскажу об одном прекрасном невероятном моде под названием Sodium. Хотя скорее всего вы о нем уже слышали, многие уже о нем разболтали, сняли свои видеоролики, но вот я лично для себя открыл его совсем недавно. Но тем не менее, благодаря этому прекрасному моду, мы решили начать собственное небольшое исследование всей этой темы, и пришли кое к чему невероятно интересному, к теме, к которой даже приложил свою руку всем известный Лололошка. Так что вас-то может сильно заинтересовать. Пссс, если что, речь идет о версии Фордж. Значит об этом я уже готовлю видосик, и если он вышел, то ссылка на него будет справа сверху в аннотациях, ну и естественно в описании под видео. Ну а сегодня же в этом видео я вам расскажу о прекрасном моде на оптимизацию под названием Sodium. Что он добавляет, какой стократный прирост фпс он дает, и дает ли он вообще. Расскажу вам свои мысли об этом моде, и о том, как его установить и использовать. Так что сейчас мы с вами погружаемся, но прежде попрошу вас поставить лайк на колокольчик, написать комментарий на красную кнопку, и прожать палец вверх, чтобы не пропускать наши новые видео. Скажите мне пожалуйста, часто ли вы при выживании в Майнкрафте находите что-то невероятно красивое, или же редкое, какие-то невероятные сиды, генерации, структуры, или просто обалдеть какие красивые виды. Ведь было, было такое. И друзья, я нашел отличную возможность, как можно всем этим поделиться, и даже стать очень популярным. К примеру, вот я, столкнулся с просто невероятной генерацией, когда в одном месте появилось две песчаных крепости, да еще деревня. Как это вообще возможно? Или же вот в выживании мы построили чертову кубачевскую стену. И что же нам нужно сделать, чтобы всему этому добру просто не пропадать? Мы все это скриншотим, и переходим в описание под видео, где находим ссылку на ВК-сообщество Glowstone. Там мы обязательно подписываемся на группу, и можем предлагать любые посты от себя. То бишь, те же самые картинки наших построек, либо же генераций, либо же истории наших выживаний. Все, что вам придет в голову. Я еще раз напомню, что ссылка будет в описании под видео. Будем рады видеть вас и ваши посты. И друзья, передаю большой привет нашим самым активным участникам сообщества Glowstone. Райс Давлетшин, Егор Ларионов и Николай Черепков. Ребята, вам всем большой привет и большое спасибо за ваш вклад. Мы это очень ценим. И значит, Sodium. Думаю, стоит начать с того, что Sodium это не совсем мод на оптимизацию, а скорее мод, оптимизирующий прогрузку и генерацию чанков в Майнкрафте. Тем самым, что он использует специальные оптимизированные алгоритмы, он экономит ресурсы вашего ПК и выдает в разы больше FPS. Ну знаете, до момента подготовки этого видео, я не раз слышал о таком моде как Sodium, какой-то там оптимизирующий мод, добавляет FPS, но что как, я до конца не понимал. Но когда я установил его себе и провел небольшие тестирования, я просто офигел. Играя на ваниле с тем же самым Optifine, Майнкрафт у меня выдавал 300-400 кадров. Да, неплохой результат, но установив к Майнкрафту Sodium... Да, да, да. Давно я записывал это видео и, по-видимому, немного переоценил работу Sodium. Хотел уже сказать, что он дает чуть ли не 200% прирост. Поправлю себя и скажу, что он дает 20-30% прирост к FPS. То есть, если у меня было 300-400 кадров, то станет 500-600. Да, казалось бы, что изменят эти 100-200 кадров. Но если же мы хотим поставить себе прогрузку в 32 чанка, либо же накатить себе шейдеры, то здесь нас вся эта оптимизация сильно порадует. То есть, у меня, к примеру, появилась возможность установить шейдеры и с ними установить прогрузку в 32 чанка. И не наблюдать никаких лагов. Чего, между прочим, с Optifine не было. То есть, играя с Optifine, я мог максимум выставлять 8-10 чанков прогрузки. И если ставил больше, то начинались просадки FPS и лаги. А теперь наблюдается большой FPS, все идет плавно, и прогрузка происходит плавно, и чанки реально прогружаются. Естественно, я пошел дальше и протестировал Sodium на сборке модов, где также заметил неплохую оптимизацию и хороший прирост FPS. И, кстати, это очень положительно скажется на тех ребятах, у кого средние или маломощные компьютеры. То есть, те, кто не могли играть на сборках, теперь смогут играть на сборках с большим количеством модов. А у тех, у кого было мало FPS, он теперь вырастет. И это просто потрясающе! Значит, я рекомендую устанавливать Sodium всем и каждому. И в особенности тем, у кого слабые компьютеры. И даже в том случае, если вы играете на ваниле без каких-либо модов. Поймите то, что Sodium ничего не изменяет в Майнкрафте, он просто его оптимизирует. И будет очень замечательно, если он вам добавит какое-либо количество FPS. Да, возможно прозвучит банально, но чем больше у вас FPS, тем лучше, и тем меньше пролагов и перепадов в FPS вы ощущаете. И чтобы вы точно понимали, Sodium является своеобразным аналогом Optifine. И, во-первых, они с друг другом несовместимы. И, во-вторых, помните, то что Optifine у нас добавляет сразу несколько различных функций, которые нам придется заменять другими специальными модами. К примеру, та же самая функция приближения зума. И также функция установки шейдеров. Кстати, чтобы ее заменить, вы можете поставить себе мод под названием Iris Shaders. В общем, в замене этих функций нет ничего трудного, просто знайте, что вам придется это делать. Текс, а теперь к тому, как работать с этим прекрасным модом. Если что, о том, как его установить, я расскажу после этого. Значит, этот мод ничего, в принципе, не добавляет. Как могло показаться, он просто оптимизирует Minecraft. И максимум, что он изменяет, это меню настройки графики. Делает его вот таким вот обновленным и непривычным. Кому-то он нравится, кажется симпатичным, но кому-то из-за его непривычности кажется отвратительным. Ну, пожалуй, каждому свое. И значит, как все это дело можно нам настроить? То есть, я под чужими видосиками видел подобного рода вопросы. И понял, что для некоторых это может быть реально проблемой. И подумал, почему бы мне не сделать на все это гайд. В общем, друзья, я могу предположить, что вся проблема заключается в том, что здесь все написано по-английски и ни черта не понятно. Да, меня тоже это напрягло, и я попытался решить эту проблему. Пытался как-то все это перевести, найти конфиги, но что-то нифига не вышло. Но я нашел способ, который отметет все вопросы и проблемы. Мы нажимаем комбинацию клавиш Shift плюс P английская, либо же Z русская. И вуаля, у нас меню графики возвращается в привычный вид. И все переведено. Правда, эта падла почему-то не сохраняется, и придется так делать каждый раз. Но, в общем, в целом, я надеюсь, что здесь вы уже разберетесь. Ну что ж, а теперь о том, как установить Sodium на Майнкрафт, причем любой версии. Во-первых, что вы должны понимать, что Sodium предназначен только для фабрика. А в том случае, если вы собираете сборки на Forge и играете вообще на Forge клиенте, то вам нужен немного другой мод, о котором я расскажу в следующем видео, о котором я заспойлерил в этом видео. Короче, ребят, не буду ничего усложнять, просто ссылка появится справа сверху в аннотациях, либо же будет в описании под видео. Смотрите. Sodium устанавливается абсолютно просто, буквально в пару этапов. Для начала вам необходимо скачать себе фабрик, если у вас его нету. Потом скачать Sodium подходящей версии, и к нему фабрик API, чтобы он вообще работал. И все это дело закинуть в папку mods. Зайти в Майнкрафт, и вуаля, у вас все заработает. Если вдруг чего-то не поняли, на что я очень надеюсь, то милости прошу, у меня на канале есть видео о том, как устанавливать моды на фабрик. Там я все подробно объясняю, и вы точно поймете. Хе-хе, неплохие такие байты на просмотре видосов. Но все-таки я серьезно. Ссылка будет справа сверху в аннотациях, либо же в описании. Ну и что ж, друзья, мы с вами Sodium поставили, теперь у вас в Майнкрафте миллион FPS, и пожалуй, будем на этом заканчивать. Я желаю вам только стабильности и роста. Если же я вам смог помочь, то пожалуйста, поставьте лайк на видео, напишите комментарий и подписывайтесь к нам на канал. Кстати, в ближайшее время также выпущу видос о том, как оптимизировать Майнкрафт. Ну так вот, чтоб обо всем и подробно. Так что не забывайте и про колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я с вами прощаюсь. У микрофона был НДН Дэна, я с вами прощаюсь, но прощаюсь ненадолго. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok